И вполне возможно, что сейчас мы увидим ярко выраженное противостояние борца и ударника. Как вы слышали, друзья, Рустем Жириков является обладателем громких регалий по грэплингу. Так что неудивительно будет, если Рустем, как сейчас модно говорить, попытается заодеялить своего оппонента. Да, посмотрим, будет ли это классическое противостояние борца и ударника, или возникнут какие-нибудь сюрпризы. Кто знает, возможно, Магомед Амин-Хаджгириев попытается бороться. И вот как раз начинаются неожиданности. Тяжеленный лоу-кик от Рустема Жирикова. От базового борца, казалось бы. Очень много неожиданностей, казалось бы, в поединке, в котором неожиданности быть не могло. Во-первых, по информации, предоставленной нам организаторами, этот поединок должен был проходить в весовой категории до 57 килограммов. И проводит тейкдаун. Да, у нас с тем временем тейкдаун. Но мы прекрасно видели, что бойцы относятся к совсем другой весовой категории. Полулегкий вес до 66 килограммов. И, конечно же, вот эта замена. И Гилетину пытается выполнить сейчас Рустем Жириков. Очень тяжелая ситуация, оказывается, спортсмен из Грозного. Зажат он в углу ринга. Пытается встать любой ценой. И теперь уже обороняется сам Жириков. Пытается его добить любыми возможными способами. Магомед Аминт Хачгиреев. Огромное количество ударов. Настоящий шквал обрушивается сейчас на Жирикова. И пытается сбросить Жириков своего оппонента. Выбраться, встать, вернуться в стойку. Судя по всему, вот сейчас очень неприятный удар мог бы пропустить. Да и пропустил Аминт Хачгиреев. Пропустил, по сути, да. Магомед Аминт Хачгиреев вернулся поединок в стойку. Ну, вот Рустем Жириков тяжеловато достаточно дышит. Попробовал снова он взойти, сблизиться за счет лоу-кика. Но на этот раз боец из Чеченской Республики ушел. И вот теперь еще один тейкдаун в исполнении Рустема Жирикова. Однако вяжет Магомед Аминт Хачгиреев своего оппонента. Это, кстати, удивительная ситуация, когда боец из Чеченской Республики пропускает тейкдауны. Все мы привыкли, что ребята из Чечни великолепно борются. Но, так как мы уже видели в качестве тренера и секунданта Магомеда Хачгиреева, плечи Курбанова и, Вадим, как раз вы рассказывали про его базу, базу ударника, то сейчас преимущество в борьбе очевидно на стороне Рустема Жирикова. Ну а боец из Чеченской Республики, мы видим, что получил рассечение, тем не менее не обращает никакого внимания, продолжает атаковать. Пытается забросить ноги на треугольник Рустем Жириков. Опять пропускает удар, аналогичный тому, что был несколькими секундами ранее, Магомед Аминт Хачгиреев от Рустема Жирикова. Ну что, даст подняться Хачгиреев своему сопернику? Нет, не дает подняться бойцу из Адыгеи спортсмен из Чеченской Республики. Хорошая позиция сейчас, сайт-контроль так называемый, и великолепный момент для добивания. Проблемы серьезные возникают у Рустема Жирикова, и прекрасно понимает Магомед Аминт Хачгиреев, что вот он момент за полторы минуты до окончания первого раунда. Есть возможность для того, чтобы добить соперника. С трудом, с трудом защищается Рустем Жириков. Сейчас вполне возможно будет остановка боя. Больше чем полторы минуты до конца первого раунда. И вот насколько хватит терпения у Рустема Жирикова. И насколько хватит сил продолжать работать в таком же темпе у Магомеда Аминт Хачгиреева. Взял он паузу. Наверное, правильно попадания были не настолько жесткие, чтобы вывести соперника из строя. И поединок продолжится сейчас в стойке, где более мастеровитым, более собранным, что ли, выглядел Хачгиреев. Ну, тяжело дышит Рустем Жирикова. Да, у Жирикова такое ощущение, что кран какой-то открыли, проходят силы. И сейчас, может, весьма плачевно это закончится для Рустема Жирикова. Забирается в маунт. Забирается в маунт боец из Чеченской республики Магомед Аминт Хачгиреев. И пытается атаковать всеми возможными способами. Бьет молотки, бьет сбоку. И очень-очень тяжело защищаться Рустему Жирикова. Капу, Капу, Капу плевывает Жириков. И надо останавливать бой. Но уже совершенно Жириков не хочет дальше драться. Но не хочет не в том смысле, что желание пропало. А в том смысле, что просто... Очень прицельно и сильно бьет. Пассивная защита абсолютно. И на мой субъективный, возможно, взгляд. Уже тоже надо останавливать. Да, надо было останавливать этот бой. Где-то секунд 10, а то и 15 назад. Да, настоящую головомойку кровавую учинил Рустему Жирикова. Магомед Аминт Хачгиреев в отличном темпе. Отработал он концовку раунда. На сне вырвал победу. Хватим и силы. Это главное. Все сделал Рустем Жириков для того, чтобы спасти этот раунд. И досрочно не проиграть. Но ни единого шанса не оставил ему Магомед Аминт Хачгиреев. Да, действительно, Рустем Жириков вроде бы стартовал неплохо. Пытался навязать свою манеру, но очень быстро прочитал его действия Магомед Аминт Хачгиреев. И, в принципе, большую часть боя провел под свою диктовку, четко выполняя тренерское задание и тактические рисунки. Магомед Аминт Хачгиреев в отличном темпе первого раунда. Ну что ж, в случае оформальность, как принято говорить в таких случаях, объявление победителя. Но мы видим, что Рустем Жириков не сильно-то и расстроен. Наверное, он понимает, что действительно он выглядел далеко. Это сайт-контроль, так называемый, и великолепный момент для добивания. Проблемы серьезные возникают у Рустема Жирикова. И прекрасно понимает Магомед Аминт Хачгиреев, что вот он, момент. За полторы минуты до окончания первого раунда есть возможность для того, чтобы добить соперника. С трудом, с трудом защищается Рустем Жириков. Сейчас вполне возможно будет остановка боя. Больше, чем полторы минуты до конца первого раунда. И вот насколько хватит терпения у Рустема Жирикова. И насколько хватит сил продолжать работать в таком же темпе у Магомеда Аминта Хачгиреева. Взял он паузу. Наверное, правильно. Попадания были не настолько жесткие, чтобы вывести соперника из строя. И поединок продолжится сейчас в стойке, где более мастеровитым, более собранным, что ли, выглядел Хачгиреев. Ну, тяжело дышит Рустем Жириков. Да, у Жирикова такое ощущение, что кран какой-то открыли, проходит силы. И сейчас может весьма плачевно это закончиться для Рустема Жирикова. Забирается в маунт. Забирается в маунт боец из Чеченской республики Магомед Амин Хачгиреев. И вполне возможно, что сейчас мы увидим ярко выраженное противостояние борца и ударника. Как вы слышали, друзья, Рустем Жириков является обладателем громких регалий по грэплингу. Так что неудивительно будет, если Рустем, как сейчас модно говорить, попытается заодеялить своего оппонента. Да, посмотрим, будет ли это классическое противостояние борца и ударника. Или возникнут какие-нибудь сюрпризы. Кто знает, возможно, Магомед Амин Хачгиреев попытается бороться. И вот как раз начинаются неожиданности. Тяжеленный лоу-кик от Рустема Жирикова. От базового борца, казалось бы. Очень много неожиданностей, казалось бы, в поединке, в котором неожиданности быть не могло. Во-первых, по информации, предоставленной нам организаторами, этот поединок должен был проходить в весовой категории до 57 килограммов. Вы проводите тейкдаун. Да, у нас с тем временем тейкдаун. Но мы прекрасно видели, что бойцы относятся к совсем другой весовой категории. Полулегкий вес до 66 килограммов. И, конечно же, вот это замена. И вяжет Магомед Амин Хачгиреев своего оппонента. Это, кстати, удивительная ситуация, когда боец из Чеченской республики пропускает тейкдауны. Все мы привыкли, что ребята из Чечни великолепно борются. Но, так как мы уже видели в качестве тренера и секунданта Магомеда Амин Хачгиреева плечи Курбанова, и, Вадим, как раз вы рассказывали про его базу, базу ударника, то сейчас преимущество в борьбе очевидно на стороне Рустема Жирикова. Ну, а боец из Чеченской республики, мы видим, что получил рассечение, тем не менее не обращает никакого внимания, продолжает атаковать. Пытается забросить ноги на треугольник Рустем Жириков. Опять пропускает удар, аналогичный тому, что был несколькими секундами ранее, Магомед Амин Хачгиреев от Рустема Жирикова. Ну что, даст подняться Хачгиреев своему сопернику? Нет, не дает подняться бойцу из Адыгеи. Спортсмен из Чеченской республики. Хорошая позиция сейчас. И пытается атаковать всеми возможными способами. Бьет молотки, бьет сбоку. И очень-очень тяжело защищаться Рустема Жирикова. Капову плевывает Жириков, и надо останавливать бой. Но уже совершенно Жириков не хочет дальше драться. Но не хочет не в том смысле, что желание пропало, а в том смысле, что просто там пассивная защита абсолютно. И на мой субъективный, возможно, взгляд, уже отшуторшу Гару. Да, надо было останавливать этот бой где-то секунд 10, а то и 15 назад. Да, настоящую головомойку кровавую учинил Рустему Жирикову. Магомед Эмит Хаджгириев в отличном темпе отработал он концовку раунда и вырвал победу. Хватило силы, это главное. Все сделал Рустем Жириков для того, чтобы спасти этот раунд. И досрочно не проиграть. Но ни единого шанса не оставил ему Магомед Эмит Хаджгириев. Да, действительно, Рустем Жириков вроде бы стартовал неплохо. Пытался навязать свою манеру, но очень быстро прочитал его действия Магомед Эмит Хаджгириев. И гильотину пытается выполнить сейчас Рустем Жириков. Очень тяжелая ситуация, оказывается, спортсмен из Грозного. Зажат он в углу ринга, пытается встать любой ценой. И теперь уже обороняется сам Жириков. Пытается его добить любыми возможными способами. Магомед Эмит Хаджгириев. Огромное количество ударов. Настоящий шквал обрушивается сейчас на Жириков. Пытается сбросить Жириков своего оппонента, выбраться, встать, вернуться в стойку. Судя по всему, вот сейчас очень неприятный удар мог бы пропустить. Да и пропустил. Пропустил, по сути, да. Магомед Эмит Хаджгириев вернулся поединок в стойку. Ну, вот Рустем Жириков тяжеловато достаточно дышит. Попробовал снова он взойти, сблизиться за счет лоу-кика. Но на этот раз боец из Чеченской Республики ушел. И вот теперь еще один тейкдаун в исполнении Рустема Жирикова. Однако вяжет.